Сиднейлайн приветствует вас! Сегодня речь пойдет о том, сколько стоит обслуживание авто. При покупке авто с чем вы сразу столкнетесь? Это столкнетесь с тем, что вам надо будет заплатить определенные пошлины. Начнем сначала. При покупке обычного авто в обычной ценовой категории, скажем, не лакшери кар, вам никакой дополнительной пошлины не надо будет платить. При покупке автомобиля, который считается лакшери кар, вам надо будет заплатить определенную дополнительную пошлину. Если не ошибаюсь, цена меняется. На текущий момент, если автомобиль стоит больше, чем 57 тысяч австралийских долларов, этот автомобиль считает как бы лакшери кар, и вам надо до него будет заплатить дополнительный налог. Австралия думает, что если вы зарабатываете много денег, то есть если вы покупаете дорогую машину, значит вы зарабатываете много денег. Если вы зарабатываете много денег, значит вас можно ободрать как липку. Я с этим не согласен. Обычно при покупке нового автомобиля дилер все делает за вас, как бы помогает вам в этом. Можно как раз поторговаться, что все эти расходы дилер возьмет на себя, а не вы как бы на себя. Обычно это работает. Значит, при покупке нового автомобиля вам надо будет заплатить green slip. Это такого плана страховка обязательно делается каждый год на все автомобили. Значит, страхует вас от повреждения третьих лиц людей. То есть если вдруг что-то случится, в несчастном случае вы кого-то пораните, да, это страховка выплачивает человеку расходы на лечение. Это обязательно. Потом вы платите regio, так называемая регистрация, тоже делается каждый год. Это просто регистрация, просто налог на автомобиль. И платите при новой машине еще налог на получение как бы plates, как их номера. То есть вы получаете номера, за это тоже дополнительные деньги платите. Это стоит, если вы покупаете машину вроде там, я думаю, до 50 тысяч долларов, да, будет там стоить около 1000-1200 долларов на новую машину. Вот. На... Если вы покупаете машину second hand, процедура немножко другая. Значит, вы находите машину, которая вам нравится, идете к продавцу, договариваетесь о цене, там смотрите. И после того, как вы договорились о цене, значит, вы ему передаете деньги. Он на бумажке с регистрацией, я уже делал видео, показывал, как она выглядит. На обратной стороне пишет, что он вам продал какую-то сумму, вы пишете свои данные. Как бы все в порядке. У вас есть две недели после этого, вам надо будет пойти в RTA, ГАИ, это ГАИ, с этой бумажкой, и заплатить налог в размере 3% от суммы покупки. То есть здесь налог платит покупатель, а не продавец. Я говорю про штат Нью-Саус-Уэллс. Гринслип и Реджо регистрация, они привязаны к автомобилю, а не к человеку. Поэтому есть смысл покупать автомобиль, где Реджо как бы истекает как можно дальше. То есть потом вам придется дальше платить эти деньги. То есть если вы купили, грубо говоря, автомобиль, а регистрация ссекает через полгода, это хорошо. Если вы купили автомобиль, а регистрация ссекает через месяц, это, конечно, не очень хорошо, потому что вам придется платить все эти сборы. Значит, какие ежегодные сборы на автомобиль обязательные? Как я уже сказал, Гринслип, это обязательный такой вид сборов, хоть он считается страховкой. И Реджо регистрация. Без Гринслипа регистрацию вам не сделают. То есть все эти страховки можно купить даже онлайн. Но процедура такая, что сначала покупаете Гринслип, потом вам выдается какой-то номерочек, его вбиваете при покупке Реджо. Это если автомобиль менее 5 лет, то есть относительно новый. Если автомобилю более 5 лет, вам еще надо будет делать обязательный так называемый Пингслип. Это проверка механика. Он стоит порядка 39 долларов на автомобиль, если вам не надо ничего ремонтировать. То есть смысл его в том, что вы идите к механику, он проверяет машину, там поворотники проверяет, чтобы работали все лампочки, стоп-сигналы, чтобы она там не разваливалась, смотрит, чтобы тормоза были хорошие. Проверяет все-все-все, смотрит, что машина пригодная к езде и выдает вам заключение. Если машина что-то неисправна, где-то неисправна, он, конечно же, механик вас скажет, что вам надо заменить то-то, все-то, пято-десятое, у вас изношены колеса. Я не могу вам сделать эту справочку, потому что это небезопасно. Вам надо заменить колеса. Вот, пожалуйста, купите у нас шины, и я вам все сделаю. То есть это очень даже большая вероятность на это попасть. Особенно если машина больше 10 лет. Вот какие обязательные ежегодные сборы на автомобиль. Если вы пригоняете автомобиль из другого штата или автомобиля по какой-то причине, например, долго стоял, его никто не регистрировал, нет номеров, вам надо будет сделать Blue Sleep. Это такая вот тоже как процедура. Опять это сбор денег, не понял, стоит долларов 50, может. Механик смотрит, все проверяет, и это заключение наподобие Pink Sleep. Только Pink Sleep делается ежегодно, а Blue Sleep делается, если машина из другого штата, либо давно, больше, кажется, года или двух лет не делали Pink Sleep. Такая якобы более тщательная проверка. То есть сколько это стоит? Pink Sleep, как я сказал, где-то 39 долларов. Blue Sleep, может, долларов на 10 больше. Green Sleep, страховка обязательная, зависит от автомобиля, от года, от пробега. В моем случае порядка 300 долларов в год. То есть если вы еще плохо водите, у вас еще не полные права, так сумма будет больше. И регистрация на автомобиль тоже зависит от автомобиля, от цены ее, от года, от пробега и все такое. На мой автомобиль она стоит что-то 350 или 380 долларов в год. То есть все сборы на автомобиль в год будет порядка 700 до 1000 долларов в год. Это как бы обязательные сборы, налоги на автомобиль. Плюс вы делаете сервис, там, замена масла, который тоже зависит, зависит. Он может стоить от 100 до 150 долларов, если делаете, например, неофициального дилера где-то в другом месте. И от автомобиля зависит, если делаете у дилера. У меня обычный интермедиат сервис стоит 250 долларов. И менеджер сервис, который делается каждый 60 тысяч, он стоит у меня 450 долларов. На Мерседесы обычный сервис стоит, если не ошибаюсь, 450 или 650 долларов. И менеджер сервис около 900. Опять же, зависит какой Мерседес. Я говорю про C-класс. То есть все, все как бы зависит от цены, от престижа автомобиля. Еще раз подчеркну, что при покупке автомобиля вам нужно будет проходить ежегодные сервисы. Покупать каждый год Green Sleep, который будет стоить проекта 300 долларов, плюс-минус может. И регистрация. То есть это две обязательные справки. Если автомобилю больше 5 лет, вам надо будет сделать Pink Sleep, который стоит где-то 39 долларов, если вам не надо ничего ремонтировать. То есть 700-1000 долларов это тот минимум, тот налог, который вам придется так или иначе заплатить за владение автомобилем. Не считая других растрад, как на сервис, как бензин, как другие поломки и так далее и тому подобное. Надеюсь, что это вам видео было полезно. Если полезно, ставим палец вверх. Плюс и карме. Задаем свои вопросы, если что-то не ясно. А я пойду посмотрю, как там мужики нарыбачили, что поймали. До связи. Пока-пока.